Нерестательная литмия или феврилляция предсердий это такое состояние, которое характеризуется не только нарушением ритма, сердечных сокращений, но прежде всего характеризуется вот так меня слышно? Характеризуется созданием таких условий, при которых формируется кровь в ушки релого предсердия, который, к сожалению, стоком крови может поступать в любой орган или систему. Так сложилось, что одним из первых органов на пути такой крови, содержащей тромб, находится головной мозг. Поэтому нерестательная литмия связана серьезно с риском возникновения инсульта. В частности, я бы сказала, что нерестательная литмия является одним из самых серьезных факторов риска инсульта. В принципе, тромбообразование в полости сердца является причиной около 20% инсульта. Из них половина связана с нерестательной литмией. Хотелось бы сказать, что связь между нерестательной литмией и инсультом можно характеризовать подкратно 5. Нерестательная литмия увеличивает риск инсульта в 5 раз. Каждый пятый пациент с инсультом имеет его на фоне фибрилляции предсердий. Кроме того, с возрастом увеличивается риск развития афибрилляции предсердий. Если в 40-50 лет мы имеем риск где-то меньше 0,5%, то к 80 годам этот риск увеличивается до 15%. Кроме того, в 40 лет мы имеем риск развития этого состояния около 25%. В частности, пациенты с фибрилляцией предсердий имеют, видите, чаще инсульта в 5 раз. По сравнению с пациентами без фибрилляции предсердий. И вот еще данные, которые доказывают, что фибрилляция предсердий в нерестательной литмией является основным фактором риска инсульта, одним из самых грозных. Кроме этого, от вида нерестательной литмии распространенная частота инсульта не сильно зависит. То есть это может быть пароксизмальная форма, то есть в какой-то момент у пациента нет этих симптомов, но это может быть и постоянная форма. Соответственно, фибрилляция предсердий требует лечения, то есть требует профилактики инсульта, независимо от ее вида. Следующее, что бы хотелось сказать, что инсульты на фоне фибрилляции предсердий имеют более индивидирующий характер и чаще сопровождаются детальными исходами. Например, если мы посмотрим на слайд, через год смерть у пациентов без фибрилляции предсердий составляет около 30%, у пациентов с фибрилляцией предсердий около 50%, через 5 лет эти показатели отличаются в 2 раза. Кроме того, фибрилляция предсердий растет, ее распространенность по мере старения пациента. И этим связано увеличение частоты инсультов, связанных с фибрилляцией предсердий. Особенности инсульта на фоне лицательной аритмии связаны, прежде всего, с тем, что действительно высокая витальность практически в 2 раза с другими подтипами ишемического инсульта. Это более инвалидирующие состояния, поскольку, нужно сказать, что любой тромб, сформировавшийся в полости сердца, имеет более крупные размеры, и, соответственно, он будет закупоривать более крупный сосуд. И это подтверждается данными, что очаги при инсультах на фоне фибрилляции предсердий больше, чем те, которые связаны с другими подтипами ишемических инсультов. Тромбы редко поддаются, трудно поддаются, так скажем, мягко тромболезису. И, в общем-то, наличие само патология сердца повышает неволеализацию, уменьшает толерантность к физической нагрузке, ухудшает качество жизни пациента само по себе. Кроме того, у пациентов с удивляцией предсердия очень часто наблюдаются другие состояния, которые являются независимым факторами риска инсульта. В частности, это сердечные недостаточные, 30% у пациентов с нестательной ритмой, и, наоборот, у пациентов с сердечной недостаточной, 30% с нестательной ритмой. Кроме того, это коронородивные заболевания сердца, 20% пациентов с нестательной ритмией, 20% ожирения, ХПН и хода, 15%, сахарный диабет у пациентов с нестательной ритмией, наблюдатель 20% случаев, и часто нестательная ритмия связана с дисфункцией щитаидной железы. Артериальная гипертензия является, вы знаете, достаточно серьезным фактором риска инсульта вообще, но она еще является инициирующим фактором осложнения лицательной ритмией, в частности, инсульта. С одной стороны, лицательная ритмия – это достаточно, скажем так, серьезный фактор риска, который имеет огромный потенциал перейти вот в такие осложнения. Но, с другой стороны, это одна из наиболее подлагодарных патологий с профилактикой инсульта, поскольку назначение адекватной своевременной терапии, хороший ее контроль, дает возможность снизить риск инсульта практически на 2 трети, что невозможно добиться, наверное, ни одним из препаратов для профилактики других подсипов инсульта. Для профилактики адекватной терапии таких пациентов, то есть мы, по-первых, должны выявить таких пациентов, в рекомендациях указано, что на 60% увеличивается возможность выявить эту патологию, просто исследуя поиск у пациента на приеме или посмотрев на кардиограмму. Так вот, выявили таких пациентов, а мы назначаем им терапию, направленную на профилактику первичного инсульта. И если мы хотим назначить адекватную терапию, безопасную терапию, то нам надо определить риск развития у этих пациентов инсульта, поскольку от этого зависит препарат, который мы выбирали. В данном случае представлены европейские рекомендации, последняя и пенсия, в которой показано, что пациенты с низким риском, а это пациенты, которые моложе 65 лет и не имеют других факторов риска, кроме мерцательной алитмии, могут получить пользу от астерина терапии. Те пациенты, которые имеют высокий риск, то есть они старше 75 лет или имеют еще дополнительные факторы риска, такие как артериальная гипертензия, сердечная недостаточность или сахарный диабет, то они должны получать обязательно пероральную антифагулянтную терапию. Трудность в этом всем вопросе бы ничего не составляла, если бы не было промежуточной группы, которая получает выгоду как от астерина терапии, так и от пероральных антифагулянтов. И здесь в руках человека, который назначает эти препараты, оказывается судьба пациента, поскольку недостаточная антифагулянтная терапия может привести к повышению риска инсульта, или, например, может быть назначенная неадекватная терапия может привести к отложнениям этой терапии. Ну, несколько легче ситуация с вторичной профилактикой, поскольку пациенты, принесшие ишемические инсульты или те, уже заблаговременно, так сказать, являются пациентами высочайшего риска, и поэтому им однозначно должна назначаться пероральная антифагулянтная терапия. Хотелось бы сделать несколько оговоров. В частности, в этих же рекомендациях есть ограничения для назначения пероральной антифагулянтной терапии для пациента с частыми падениями, низкой приверженностью к терапии, неконтролируемой эпилепсией, желудочно-кишечными травотечениями. То есть мы должны об этом помнить. И еще одним моментом является время, через какое мы назначаем пероральную антифагулянтную терапию пациентам после те и острого ишемического инсульта. Если мы говорим о транзиторных ишемических атаках, то, конечно же, это немедленный терапия, поскольку мы должны максимально обезопасить пациента, риск у него инсультов первых 24-48 часов наивысший. Если мы говорим о остром инсульте, то здесь ситуация несколько сложнее, поскольку, в отличие от, например, инфарктной миокарда, ишемические инсульты имеют тенденцию к геморрагической трансформации. И мы этого боимся, назначая пероральные антифагулянты в остром периоде. Классически считается, надо отложить эту терапию приблизительно 14 дней, если состояние пациента стабильное. Если же мы говорим о том, что терапия назначается пациентам с очень высоким риском повторного события, то в данных рекомендациях представлены данные, что мы, может быть, имеем право резонно. Это новая рекомендация назначить низкомолекулярные гепарины в остром периоде пациентам с инсультом. В данном случае я хотела бы показать вам, какие же факторы риска мы должны учитывать для того, чтобы оценить риск развития инсульта у пациентов с инерцательной аритмией. Это, как мы называем, дополнительные факторы риска, так как уже существует фактор риска инерцательной аритмии. И вы видите, что они имеют различный вес. То есть наибольший вес имеет, конечно, тромбоэмболия в анализе. Нас с вами интересует тромбоэмболия сосудов головного мозга. Это женский пол, заболевания сосудов, это инфаркт миокарда, атерома, аорты и заболевания перифлических артерий. Кроме того, это возраст. Последующий вопрос. В принципе, для того, чтобы мы не забыли никакой из этих факторов риска, мы с вами имеем такой инструмент, который нас дисциплинирует. То есть позволяет не забыть, учить все эти факторы риска. Этот инструмент хороший, поскольку он имеет прогностическое значение. Если нет фактора риска, это низкий риск. Если один фактор риска, это один балл и умеренный риск. И высокий риск, это более двух или равно двух баллов. Но с другой стороны, есть один существенный недостаток. Здесь учитываются не все факторы риска. Хотя этот инструмент хорошо коррелирует, балл коррелирует с частотой действительно развития инсульта. То есть мы видим, что по мере возрастания количества баллов увеличивается и риск развития инсульта. Но все-таки надо было бы обратить внимание, что вот рекомендации еще уже 11-го года показали нам табличку по учету факторов риска дополнительных примерцательной аритмии еще 2006-го года. Поскольку обратили внимание, что не хватает, например, инструментального метода, который бы дополнил общую картину. И в связи с этим были предприняты достаточно удачные попытки к созданию более модифицированной шкалы, которая бы учитывала максимальное количество факторов риска, что помогало бы нам максимально оценить риск развития инсульта и своевременно назначить терапию. В частности, это зависит о шкале ЧАС-2 ВАГ. В данном случае особое внимание определяется женскому полу и возрасту от 65 до 75 лет, потому что в ЧАС-2 фигурировало только 75 лет. Кроме того, постарались уйти от понятия группы риска, чтобы не ограничивать доктора в выборе препарата, а больше активизировать его внимание, акцентировать его внимание на значимости отдельных факторов риска. В частности, было выделено так называемые большие факторы риска, которыми являются, конечно же, тромбоэмболия или транзиторная шимическая атака или инсульт, и возраст старше 75 лет. Малыми факторами риска являются клинически значимые, но и такие большие факторы риска, которым, в общем-то, в этой новой тазучке шкале предлагается назначать по одному баллу. Это достойная телечная недостаточность, видите, ввели уже инструментальный метод обследования, гипертензия, сахарный диабет, заболевания сосудов, вы уже знаете, что это инфаркт миокарда, симптомные заболевания, периферические картери, женский пол и ввели в возраст, который мы потеряли в предыдущей версии от 65 до 74 лет. Таким образом выглядит эта шкала, которая нам позволяет оценить риск развития инсульта у пациента с мерцательной аритмией, которая нас дисциплинирует по учету максимального количества факторов риска, влияющих на это событие. Максимум может быть 9 баллов, минимум, конечно же, 0. То есть отсутствие факторов риска говорит о том, что пациент находится в группе низкого риска, то есть у него минимальный риск развития инсульта. И, в общем-то, дается, конечно же, шанс пациенту занять группу среднюю. И таким образом, в данном случае показано, как она коррелирует по частоте баллов с частотой действительно развития инсульта. И дает возможность, максимальный учет этих факторов риска, нам максимально уточнить, действительно ли пациент относится к группе умеренного риска. В данном случае показано, что пациенты, которые относились к группе среднего риска, оказывается, до 76% увеличилась группа, которая относится к группе высокого риска. То есть недооценка по факторам риска относила их к группе среднего риска, и таким образом создавались условия, абсолютно законные условия для недостаточной антикогуляции, недостаточной защиты от вероятного инсульта. В данном случае баллы шкалы, часть 2 АВАК, нам дает возможность выбрать вариант лечения для каждого конкретного пациента, исходя из наличия у него значимых или менее значимых, но клинически важных факторов риска. С учетом того, что минимальный риск нам дает возможность назначить астеринотерапию, максимальный риск нам дает, ну скажем так, обязует нас к выбору перерального антикогулянта, и средний риск, то есть это наличие одного фактора риска, все-таки оставляет выбор, но мы максимально с помощью этой шкалы, с максимальным отчетом факторов риска пытаемся эту группу максимально определить, либо в низкого риска, либо скорее, к сожалению, в высокого риска. В данном случае представлена, как из табличка выглядит в оригинале, и, в общем-то, в рекомендациях, это кардиологические рекомендации по поведению пациента с уделяющей прицелье, в общем-то, делаем акцент на том, что если вы рассматриваете пациентов, относящихся к группе среднего риска, то скорее вы рассматриваете их с точки зрения, что мне может помешать назначить импероральный антикогулянт, а не с точки зрения, что лучше я назначу астерин, а там посмотрим. Это во-первых, а во-вторых, все равно этот пациент рано или поздно придет к возрасту 75 лет с вашей помощью, и тогда ему надо будет назначать этот препарат. Вот в молодом возрасте он привыкнет к этому режиму, к этому варианту жизни, и тогда он в 75 лет пойдет более безопасно. В данном случае хотела бы показать, что кому-то больше может быть нравится такой алгоритмический вариант выбора терапии, но опять же сделать акцент, что антикогулянтная терапия на самом-то деле, особенно у пациента с удивляцией пицели, которые являются самыми подверженными рискному инсульту, антикогулянтная терапия нам дает максимальную возможность уменьшить риск развития инсульта у пациентов, 67%. Такого невозможно достигнуть пока что на сегодняшний день при терапии другими препаратами, других подтипов инсульта, и мы видим, что остальная терапия нам дает 24%. В данном случае хотелось бы отметить, что те факторы риска, которые увеличивают риск развития инсульта, к сожалению, делают нам и другое одолжение, они увеличивают риск геморрагических осложнений, которые невозможно на фоне антикогулянтной терапии. В частности, вы видите, что по шкале 1-2 мы видим по мере роста баллов по этой шкале увеличивается риск инсульта, но и увеличивается риск геморрагических осложнений. В данном случае хотелось бы представить шкалу HF-BED, которая помогла бы вам определить пациентов высокого риска, но эта шкала помогает нам определить тех пациентов, к которым мы будем более внимательно относиться. Ни в коем случае это не говорит о том, что этим пациентам не следует назначать антикогулянтную терапию, потому что вот этот балл больше трех здесь, или равно трех, который говорит о высоком риске геморрагических осложнений, свидетельствует о том, что высокий риск геморрагических осложнений на фоне любой терапии, как антикогулянтной, так и антитромбоцитарной. Грубо говоря, как антикогулянтный, так и аспирин могут вызывать, могут способствовать повышению этого риска, и поэтому нет абсолютно смысла переходить на аспиринотерапию. В данном случае есть расшифровка, что именно мы подразумеваем под нарушением функции печени или почек, и хотелось бы обратить внимание, чтобы вы мониторировали, что принимает пациент еще, потому что антитромбоцитарные средства могут быть назначены по другой линии этим пациентам, или нестероидные противоиспалительные препараты, тем более сейчас только название, и сразу не узнают, что это препарат этой группы. В данном случае показано, что действительно есть корреляция между балом по шкале ФСБЛЭД и риском развития геморрагических осложнений, серьезного кровосечения. Есть и другие шкалы, но в принципе наиболее распространенные, наиболее простой является ФСБЛЭД, и что нам дает выявление пациентов высокого риска. Это максимальное внимание к ним, максимальный контроль, максимальный точный подбор дозы. К сожалению, это максимально частый контроль МНО. И самый интересный момент является максимальный контроль артериального давления, о котором мы, может быть, могли бы в данном случае забыть, потому что это дополнительный фактор осложнения у пациентов с нерцательной ритмой, дополнительный фактор от риска кровотечения. Может быть, более, это такое предположение, более низкие целевые цифры, более жесткий контроль могли бы быть удачны в данном случае. В результате сопоставления риска инсульта и геморрагических осложнений на фоне антикоагулянтной терапии мы приходим к целевому уровню антикоагуляции, поскольку он нам дает основания говорить о том, что более низкий уровень антикоагуляции будет повышать риск геморрагических осложнений, но не давать защиты максимальной от инсульта. В то же время более высокий уровень антикоагуляции будет повышать риск геморрагических осложнений, но не будет увеличивать шансы пациента не заработать это острое сосудистое событие. Таким образом, для нас целевым является МНО от 2 до 3, в среднем МНО пишет 2,5. Что же мы должны в основном назначать пациентам в этом случае? Мы назначаем антигонисты витамина К. Это золотой стандарт, это король, это звезда сцены, которая капризна, и поэтому, в общем-то, имеет право, потому что у нас не было до сих пор альтернативы. Надо было подбирать дозы, доза была разная в различных условиях для конкретного пациента. Это внутриорганизменная вариабельность. Для различных пациентов это межорганизменная вариабельность. Это постоянный контроль инвазивный. Это взаимодействие с препаратами, взаимодействие с пищевыми продуктами. И, конечно же, такая капризность склоняет к тому, что и врач, и пациент говорит, зачем мне это надо, я лучше, может быть, как бы пойду более легким путем. Если мы посмотрим на те варианты, которые бы мы могли найти в более легких пути, то, в принципе, мы говорим о прямых переральных антикогулянтах, потому что не хочется пациенту, у которого есть шансы принимать таблетки, переводить на инвекционные формы, которые, кстати, контролировать тоже надо. И я знаю, что, например, во Франции прием низкомолекулярных зепаринов тоже контролируют с помощью международного организмано-отношения, хотя мы знаем об АЧТВ. И мы видим, что есть потенциально еще две мишени, на которые бы мы могли бы влиять достаточно эффективно, что доказано в многоцентровых исследованиях. Это ингибиторы 10-го фактора и 2-го фактора трамвина, которые доказали свою не просто эффективность, то есть они доказали, что они такие же эффективны, как и золотой стандарт варфарин, но при этом обладают меньшей капризностью в своем поведении, то есть они более удобны для употребления как врачом, так и пациентом. И, соответственно, хотелось бы остановиться на том, что фибрилляция предсердия является одним из самых серьезных факторов риска инсульта. Но своевременная адекватная терапия, то есть адекватная профилактика у пациентов с мерцательной ритмией дает нам самый высокий шанс не допустить развития этого события. И, возможно, новые препараты дадут больше возможности назначения именно целевой терапии, то есть той терапии, которая необходима в данном случае. Я говорю именно о пероральных антикоагулянтах. И, может быть, кто-то что-то хотел бы уточнить. Это в основном неврологические рекомендации, кардиологические я пыталась вести к миру, потому что у нас был замечательный следующий доклад именно по профилю, поэтому я в это дело не вмешивалась. Спасибо за внимание. Давайте делить наше сердце.